Я поставлю вам сюда стельку, мы правильно зашнуруемся и посмотрим. Вот как там, смотря какая подошва. Если подошва там сделана нормальная, в плане анатомическая, или ближе к ней, то нормальная. Если она плоская, тоже не пойдет, даже если прямо вот. Они же делают удобную обувь, в принципе. Но она плоская, подошвенная, поэтому при длительном ношении нога становится такой же. Видите, я шнуровку переделываю, я шнурки вставляю сверху вниз. У вас будет изнутри шнурок входить, здесь сверху. Такая шнуровка позволит вашу ногу удерживать, чтобы она не свалилась. Вот эта стелька внутренняя, я ее чуть-чуть отгибаю, а стельку ставлю внутрь в ботинок, чтобы она вплотную встала к задней поверхности. Эту стельку сверху, вам не нужно ее контролировать. Ставьте ногу сюда, это раз. Теперь второе действие. При обувании вы ставите ногу на пятку, носочек сгибаете так, чтобы освободился нос здесь. Чуть-чуть вперед на краешек стула, сядьте, пожалуйста, поближе. Так, раз, и носочек вниз. Вот. У вас там нога вот так сейчас сложилась. Вот это положение вот здесь вы должны зафиксировать шнурками. То есть, где косточка, не затягивается ничего. Просто вот так раз, подтянули здесь. Где выше сустава, здесь подтянуть. То есть, не должно быть жестко. Вы делаете это плотно, но не жестко. И тогда ботинок будет удерживать вашу ногу при ходьбе. Нормально? Не жестко? Нет. На удивление, даже свободно не будет. Свобода будет, потому что там стелька стоит. Вот эту зону, где ближе к сгибу голеностопного сустава. И больше внимания уделите. Подтянуй, потому что таранная часть, где таранная кость находится. Вы ее фиксируете, и она не будет съезжать. Пальчики сейчас там должны быть свободные. Если у нас все получилось, да? Попробуйте ту мастельку во всех видах угли, какая у вас есть. Там, где удобнее всего, эта обувь вам больше всего подходит. Скорее всего, это будет с небольшим каблуком, либо анатомическое подошло, где пятка выше носа. Здесь сторона плоская, она потери на полуше, чем остальные. На плоском ботинок, нога будет чувствовать стиль чуть-чуть ярче, чуть-чуть дольше. Каблук, либо анатомия, она будет хорошо держать. Вы не будете чувствовать перенормирование. Тоже самое. Пяточку вниз, носок отпустили, освободили. И самый низ здесь не затягиваем. Чуть-чуть сустав не трогаем. По этому кроссовку здесь третьей блочки можно затянуть. Чуть-чуть подтянули. До шнурки ставим сверху. Получается вот именно такая стабилизация, фиксация. Не сваливается. Ну, то есть шнурки не расходятся при ходьбе. Ну, только бывает так, что, скажем, походила и вечером, там, к вечеру нога у человека у любого увеличивается в размерах. Если будет чувство распирания, просто взяли шнурки немножко, растянули, перешнуровались под вечер. Вставайте. Пройдите сюда-сюда. Что появилось, что исчезло. Ну, в целом, есть ощущения, что они у меня большие и при ходьбе, ну, если я буду ходить, я просто не могу падать и потерять. Это вот вопрос о том, что нога здесь будет собираться. И если появится такое чувство, что прямо ботинок улетает, попробуйте немножко размера. Или если такой размер, ну, попробуйте на каблучок поставить. Сейчас смогу собрать.